Контроль. Владимир Путин на вертолёте облетел пострадавший от пожаров районы Хакасии. Как выяснилось, строительство нового жилья началось не везде. Президент требует соблюдать сроки и не забывать о качестве. Многодетным семьям обещаны большие квартиры. На это выделят дополнительные средства. В августе президент снова лично проверит стройку. Репортаж Павла Зарубина. В Хакасии Путин уже второй раз всего за два месяца. В апреле, после чудовищных пожаров, он пообещал людям приехать повторно и проверить ход восстановления жилья. Спасибо вам огромное за все то, что вы делаете для нашей России, для нас, для простых людей. Спасибо вам большое. Мы должны прожить. На такой скорости он несётся не потому, что хочет полихачить, а потому что работы много. Два месяца назад, после пожаров, здесь расчищали завалы и только начинали заливать бетон. Сейчас на месте всех сгоревших домов на финишную прямую выходит строительство новых. Надежда Макарова. Настоящая знаменитость села Биджа в отличном настроении. Смеётся, шутит, не сравнить с тем, что было в апреле, когда она в слезах звонила на прямую линию Путину. Мы ждём от вас помощи. Тогда пожары охватили чуть ли не всю Хакасию. Тысячи уничтоженных домов в разных посёлках и деревнях. 32 погибших. Сейчас сёла фактически отстраиваются заново. Первый дом, который тут строили, вот где сейчас крышу начинают строить, там они его вообще поставили за три дня дом. Делает это хорошо. Ну, конечно, на качество. Получается, что всё равно же, контролёры-то есть, проверяющие. Так просто тоже нельзя. Плохо, тяп-ляп. Были здесь бригады, которые тяп-ляп сделали и хоп, попросили. Главным проверяющим сегодня был Путин. В селе Усть-Бюр он осмотрел готовые дома. В них проведена даже чистовая отделка. И решил узнать мнение непосредственных владельцев. Зоя Сергеевна, будь добра. Владимир Владимирович хочет с тобой пообщаться. Мозель, пошёл. Качеством домов люди в основном довольны. Но вот к размерам новой жилплощади есть вопросы. Стройка идёт по социальным нормам. И даже для многодетных семей предел 72 квадратных метра. Мы увеличим этот метраж для многодетных семей. С тем, чтобы на каждое время приходилось определённое количество метров. Отдельно будет решён вопрос с семьями, в которых воспитываются приёмные дети. По закону, после совершеннолетия они должны получать своё жильё. Этих детей не снимут с очереди на жильё по достижению 18 лет. И добавят на них социальную норму при получении жилья. Восстановительные работы, докладывает глава Хакасии, развернуты во всех пострадавших сёлах. Уже строится, ну сегодня где-то 814 домов. Должно сколько стоить? Строится должно тысячу. Я думаю, у нас будет на колесо участков, выделенных под застройку на сегодняшний день, 1025. То есть, вы хотите сказать, что у вас нет задержек? У нас сегодня уже нет, Владимир Ильич. Оптимизм главы региона не разделяли жители посёлка Бейбулук, которые, как выяснилось, специально приехали сюда рассказать президенту о своих проблемах. Сейчас в деревне сгорели, ничего не строится. Нам специально по сюда приехали. Пожалуйста, Бейбулук, Багратский район. Пожалуйста, даже Зимин ни разу к нам не появился. Вот сейчас поговорим по этому вопросу. Я поэтому и приехал. На совещании, которое Путин провёл буквально в поле, местные чиновники пояснили, что проблема со стройподрядчиками. Их пришлось менять из-за некачественной работы. Давайте так посерьёзнее к этому отнестись. Одних поменяли, других поменяли. Нужно выбрать тех, кто в состоянии решать задачи. А что касается людей, то это часто так бывает, что документы не оформлены. Ну, конечно, это не очень хорошо, но всё равно людям надо помочь. Я понимаю, что это не входит напрямую в круг ваших служебных обязанностей, но ситуация чрезвычайная. Нужно это сделать. Договорились? Да, будем делать. И быстрее только, быстрее и качественнее. Проблема с документами и у многих жителей в других сёлах. В посёлке Шира наиболее пострадавшим от пожара ситуация довольно неоднозначная. Многие дома уже достраиваются, но значительная часть сейчас только на стадии фундамента. Как объясняют республиканские власти, как минимум 100 домов нужно будет строить без оглядки на проблемы с документами у людей. Сроки возведения такого жилья глава Хакасии Зимин попросил, как он выразился, чуть-чуть сдвинуть. Чуть-чуть это на сколько? Ну, месяц, может, полтора. Ну, давайте договоримся о месяце, потому что потом уже холодно. Мы же будем стараться. Мы же будем стараться. Хорошо, говори же. Срок, ещё весной, установленный президентом для восстановления домов, 1 сентября. Путин сегодня пообещал, что в августе ещё раз проверит ход работ. Павел Зарубин, Пётр Равнов, Павел Мейер и Юрий Лебедев. Вести Хакасия. А ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Бараком Обамой. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудили украинский кризис, минские соглашения и условились, что в ближайшее время ход выполнения мирных договорённостей обсудят замминистра иностранных дел. Также темой разговора стала угроза исламского государства на Ближнем Востоке. И срочные сообщения приходят из Франции. На юго-востоке страны, близ Гренобля, совершено террористическое нападение на завод по производству сжиженного газа. Двое неизвестных, размахивая флагом группировки «Исламское государство», на автомобиле протаранили ворота предприятия и врезались в баллоны с газом. Произошла серия мощных взрывов. Сообщается, что ранения получили, по разным данным, до 10 рабочих. Полицейские обнаружили у въезда на завод обезглавленное тело и чёрный флаг исламистов. Один из нападавших уже задержан. Сообщается, что он был известен французским спецслужбам. Сейчас на предприятии проходит эвакуация. Там работает более 20 тысяч человек. Идёт антитеррористическая операция. Полиция ищет сообщника-террориста. Власти не исключают новых нападений. И вот, как стало известно, президент Аланта прервал свой визит в Брюссель. В Париже собирается на срочное заседание Совет обороны страны. Пострадавшему от наводнения Сочи готов помочь в федеральный центр. Об этом заявил Владимир Путин. Президенту доложили, что все последствия стихии будут ликвидированы до вечера. Ситуацию в регионе также будет отслеживать глава Минсельхоза Александр Ткачёв. Ещё недавно губернатор Кубани. Свыше 200 домов в Сочи пострадало. Если потребуются дополнители, я помню, в том числе и федерального уровня, мы, конечно, её окажем. Нужно внимательно сейчас оценить. Кстати, если там нанесено такой-то ущерб сельхозпредприятиям, тоже обратите внимание на это уже как министр. Ну, а с коллегами мы поговорим по оказанию помощи людям, жильё которых пострадало в ходе этого наводнения. Между тем, жизнь в Сочи налаживается. Заработали аэропорт и железнодорожный вокзал. Но главное, спасатели не допустили гибели людей. Из затопленных автомобилей и домов успели эвакуировать более тысячи человек. Ещё 70 вынесли прямо на руках из пешеходного перехода, окружённого водой. На помощь вовремя подоспели полицейские. Репортаж Александр Руденко. Спасатели работали всю ночь на самых сложных участках, где потоплены целые населённые пункты. По всему городу разбросаны вот такие мобильные насосные станции. Выкачивают около 100 литров в секунду. Но даже этого не хватает, чтобы вода отступила. Дождь закончился, а вместе с ним исчез и страх, что стихия вернётся. Вода хоть и медленно, но отступает. И за ночь ушла, сантиметров, наверное, 30-35 в доме. У меня в доме было вот так. А сейчас я из дома вышел, вот, первая степенька. Уходит. Да, уходит. В Туапсе, Краснодар, Белореченск. В город спасатели съехали со всей Кубани. Реакция властей на ЧП была незамедлительной. Восстановление и помощь пострадавшим не прекращается ни на минуту. Вода вернулась в естественное русло. С домов и придомовых территорий в основном вода везде ушла. Сегодня привести в полное соответствие и в полную работоспособность системы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Аэропорт работает в штатном режиме. Самолёты и приземляются, и взлетают. Железнодорожное сообщение ночью восстановили. Поезда сейчас выбились из графика и пытаются нагнать время. МЧС, ГАИ, коммунальщики. Для ликвидации последствий непогоды по тревоге были подняты больше полутора тысяч человек. Не обошлось и без жертв уже вечером, когда вода с центральных улиц Адлера спала. Где-то под завалами, близ вот этого дома, было найдено тело погибшего мужчины. Кто он и как сюда попал, сейчас выясняют правоохранительные органы. На обочинах десятки, если не сотни утонувших автомобилей. Эвакуаторы безостановочно грузят их и увозят на спецстоянки. Поваленные деревья убирают коммунальные службы. Компенсацию за то, что натворила природа, власти выплачивать не обязаны. Но беспрецедентное решение уже принято. Единовременная выплата всем просто пострадавшим. 50 тысяч получают при частичном утрате имущества движимого, то есть то, что в комнате. И 100 тысяч при полной утрате имущества. Бурные реки сносили всё на своём пути. Особенно сильно от потоков пострадал Адлерский район. Вода зашла в сотни домов, заставив местных жителей спасаться на крышах. Эвакуировать многих спасателям пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Те, кто до суши добирался своим ходом, пользовались всеми подручными средствами. Лодками, надувными матрасами. Автомобили сносило в море, как спичечные коробки. Приостановлено было и транспортное сообщение. Самолёты, железная дорога, автомагистрали. Остановилось буквально всё. Частично освободить город от изоляции удалось уже к вечеру. Сейчас угрозы нет, грозовой фронт уходит. Сочи пришёл в себя. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Пашкова. Вести. Сочи. Циклон, затопивший Сочи, уже добрался до Черноземья под мощный ливневый удар. Ещё накануне вечером попал Воронеж. На некоторых улицах вода поднялась выше колена. А местами под воду почти полностью ушли автомобили. В зоне стихии жилые дома, магазины и железнодорожный вокзал. И только что объявлено новое штормовое предупреждение. Вечером и ночью в Воронеже снова пройдут сильные ливни. Рекордные дожди, град и шквалистый ветер идут в Центральную Россию. Первыми под влияние циклона попадут Калужская и Рязанская области. Затем столица. Синоптики прогнозируют в Москве до половины месячной нормы осадков. В последний раз нечто похожее было 57 лет назад. Циклону остаётся двигаться только на север. И его фронтальные системы можно видеть уже на спутниковых снимках, на картах радиолокаторов. И мы видим, что они уже начинают влиять на погоду чернозёмных областей. Наибольная сильная засветка сейчас видна над Брянской областью. И вся эта система движется на север. И мы ожидаем, что она подойдёт к границам Московской области уже сегодня вечером. Новости с Украины. Пётр Порошенко подписал законопроект, по которому в страну теперь могут беспрепятственно войти иностранные миротворцы. То есть военные Европы или США с целью повоевать в Донбассе, поддержать киевскую силовую операцию. Только назвали всё это несколько в ином ключе операции по поддержанию мира. Основанием для ввода войск может стать решение ООН или Евросоюза. По просьбе Киева, конечно, с такой просьбой Киев уже обращался в Брюссель. Но тогда Европа на призыв отправить миротворцев на Украину не ответила. А накануне в Испании сотни людей вышли на улицу. Это митинг в поддержку мирных инициатив по Украине. Демонстранты заявляют, Евросоюз и США сознательно торпедируют минские соглашения, закрывают глаза на преступления киевских властей в Донбассе. А ещё участники митинга выступили против антироссийских санкций. Такие же акции состоятся в Италии, Франции и Польше. В Нефтьюганске сегодня вспоминают первого всенародно избранного мэра Владимира Петухова. В центре города прошёл траурный митинг. Ровно 17 лет назад Петухов был убит по приказу ближайших соратников олигарха Михаила Ходорковского. Мэр боролся против всесильной в те времена корпорации ЮКОС. Её руководители не хотели платить налоги и тратиться на социальную сферу. Нефтьюганск в их представлении должен был превратиться в посёлок вахтовиков, которые бы обслуживали скважины. Остальное население было, видимо, лишним. Петухов этим планом всячески противился, за что в итоге воплотился жизнью. И горожане этого не забыли. Почтить память своего мэра сегодня пришли тысячи человек. Мэром и главам муниципалитетов, которые честно исполняют свой долг, с недавнего времени вручается медаль имени Петухова. Пилоты, которых подозревают в угоне самолёта Як-52 с Тюменского аэродрома, сегодня выпущены из-под стражи. На свободу физик-ядерщик Илья Кудряшов и инструктор Рамас Шермардини вышли после того, как за них был внесён залог 500 и 300 тысяч рублей. Сейчас они отвечают на вопросы следователей. Виновными в угоне пилоты себя не считают. По словам Кудряшова, за спортивно-тренировочный самолёт он заплатил 800 тысяч рублей. Но продавец оказался мошенником. Сотрудники госнаркоконтроля раскрыли ряд убийств, совершённых наркодельцами, и пресекли поставку 500 килограммов героина из Таджикистана в Россию. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Москве глава ФСКН Виктор Иванов. Глава ведомства также рассказал журналистам о совместной операции спецслужб России, Мексики и Перу. В одном из латино-американских портов был задержан российский танкер, на котором местные бандиты тайно пытались перевезти в США 300 килограммов кокаина. Правоохранителям помогли наши моряки. Я хотел отметить слаженную работу нашего экипажа. Мы работали в режиме постоянного контакта. Был образован своего рода штаб, который функционировал онлайн. На связи были специалисты ФСКН, экипаж корабля. Полиция Перу и полиция Мексики. Что позволило нам предпринять действия, извлечь эти наркотики, провести непосредственно следственные действия на борту этого судна и подойти уже к мексиканскому порту в полной готовности. ЧП в Турции во время фестиваля в Каппадокии совершил жесткую посадку один из воздушных шаров. Порывом ветра его бросило на электрические провода, и он упал на землю. Оболочка шара загорелась. В корзине находились два десятка иностранных туристов. Все они получили травмы и ожоги. Различные степени тяжести россиян среди пострадавших нет.